И еще аромат, который раскрыл свою красоту мне, именно вот как минимум с приходом этой поры, аромат от Валентина Донна. Я брала его вслепую, я просто влюбилась в этот флакон и по отзывам тоже, и попал он ко мне летом в жару, и я просто ужаснулась. Я подумала, боже, ну как так может быть, это же обыкновенный почульный сироп-сиропович, просто вот удушающий присыпанный сахарной пудрой сироп. Но вот с изменением температуры немножко, с движением воздуха, он наконец для меня открыл свою тайну и свою красоту. Это очень красивая роза, это красивая мягкая замша, нежные сладкие почули, щепотка ванили. И все это действительно залито таким мягким сиропом, и пусть даже присыпано сахарной пудрой. Но это невероятно красивое, обволакивающее, манящее сочетание. Даже в горле как будто вот остается ощущение сахарной пудры с ароматом розы, ванили, замши и почули. Аромат действительно душный в хорошем плане, душный сироп, но очень красиво в отношении. И такая у него есть интересная особенность. Он очень шлейфовый, кстати. Он заполняет собой все пространство вокруг. С ним, конечно, нужно с дозировкой очень аккуратно. Он разрастается и распространяется вокруг. И мало того, что я сама все время слышу свое облако, чувствую его. Я чувствую, как ветер его подхватывает, уносит, где-то носит, кого-то очаровывает. И обратно возвращает ко мне. То есть это блуждающий шлейф. Он вот таким облачком сиропным все-таки имеет способность гулять. Ой, очень красивый. Вот сироп сиропом. Странно, я-то не люблю почулиные сиропы, но вот этот он какой-то, он особенный сироп. Красота. Я уже просто думала даже с ним расставаться, но из-за флакона не могла просто такой себе представить, что я расстанусь с этим флаконом. Но хорошо, что я дождалась вот осени и раскусила его. И если говорить о первом движении воздуха и о убойном шлейфе, который он разносит, мой любимчик Burberry Body. Это уже не первый флакон. И у меня есть три версии. Это Eau de Parfum, Burberry Body Tender и Rose Gold Edition. Люблю его, ну что могу с собой поделать. Аромат очень чистый, свежий, легкий. Для меня это аромат чистого тела. И к моему большому удивлению оказалось, что он двояко действует на людей. Если для одних он задаёт ощущение чистого, свежего тела, прям вот до скрипа чистого, но на других с точностью наоборот, грязного тела. Мне так это удивительно. Я всё думаю, гадаю, что же это может здесь такое быть, что так на людей влияет. И он тоже из той же оперы. Он заполняет всё пространство вокруг стойкостью бойной, шлейфище просто невероятный, как будто он сам разрастается, и как будто он отбрасывает бежевые золотистые искорки. И это также тот случай летучести шлейфа, который от тебя отлетает, блуждает, и потом опять может тебе возвратиться. Это какая-то феноменальная способность. Так трудно вообще, о чём он, что там в нём звучит, мне всегда было очень трудно разобрать. Но мне кажется, вот всё, чего здесь только нету, так своеобразно скомпоновано. Это и сладкий фрукт, и цветок, и сладкое дерево. Их какая-то холодная пудровость есть. И такая вот капелюшка, четверть капли какого-то едкого бальзамчика, где-то там оттеняет далеко. Но ещё хочется сказать, что аромат мускусный. Даже не удивлюсь, если здесь есть сочетание роза-мускус. Вот розовая свежесть здесь тоже есть. И может быть, вот этот именно мускус так людей, с людьми играет такие шутки. Потому что, да, многим мускус, конечно, воняет, но я его никогда как таковой не ощущаю. Для меня мускус это всегда невидимый добрый волшебник, который оживляет ароматы. Кстати, из-за убойной, на мой взгляд, стойкости и шлейфа, версию Eau de Parfum я использую именно вот прям в прохладу. А в основном это версия Tender. Она позже вышла, и я очень рада, что она вышла. Я слышала, есть ещё версия Intense. Я даже не хочу пробовать. Это меня точно по голове ударит. И, кстати, совсем нету различия. Вот версия Eau de Parfum и версия Rose Gold Edition на мой нос. Они совсем не, ничем не отличаются. Но Tender, конечно, она прозрачнее, разбавленнее, нежнее. Ей можно не бояться переборщить. Такая акварельная версия Eau de Parfum. И ещё один аромат от Rocha Soleil. Солнышко. Это действительно очень солнечный аромат. Это само солнышко во флаконе. И в жару я совсем его не слышу. Но как наступают первые дуновения воздуха, он раскрывается невероятно красиво. И это не летнее жгучее, ядерное, такое агрессивное солнце. А это очень мягкое, нежное, ласкающее солнце. Солнце начала осени. Нежное солнце перед закатом. Аромат очень сладок. Аромат очень сладок. И, можно сказать, в основном это фруктово-ванильный аромат. Но мне не хочется звучать слишком просто, говоря такие вещи. Фруктово-ванильный, почулевый. Потому что это Rocha. У них очень красивая простота. Своеобразная. Это как... Это как очень сложный крой, который в результате выдает такую выдержанную, стильную, казалось бы, на первый взгляд, простую вещь. Но над покроем чувствуется, что работали, краптели достаточно долго и тяжело. И... Ароматы Rocha для меня все-таки они красиво просты. Я скажу, что не замудренный, конечно. В основном они сейчас уже современные. И в частности этот, он не усложнен для восприятия и для использования его. Но все-таки они, и он в частности, обладает своей вот глубиной, такой, казалось бы, наивной простотой, но потрясающей философией и интеллигентностью. Это ваниль, фрукты и, я думаю, может быть, бобы тонко, амбра. Потому что это очень тепло-сладостно-глубокий аромат. Такой спокойный, сдержанный и очень ласкающий, теплый, интимное солнышко, твое личное солнце. Ну, я восхищаюсь ароматами от Rocha. Аромат от Фредерик Маль, Le Parfum de Therese. Парфюм Терезы. Автор – легендарный Эдман Трудницко. Он создал этот аромат для своей супруги Терезы еще в 50-х годах. И очень много лет эта формула была исключительно для нее, эксклюзивна. Никто не знал об этом, никто не пользовался больше этим ароматом. Только его любимая Тереза. И уже в 2000 году Фредерик Маль завладел, купил эту формулу. И вот, вуаля, теперь мы тоже все можем наслаждаться этим чудом. Говорят, в то время, в 50-е, конечно, этот аромат опередил эпоху на, просто даже сложно предположить, на сколько, не то что лет, а десятилетий. И даже до сих пор я вообще не могу ему дать такую характеристику, к какой эпохе его отнести, каким духом от него веет. В нем есть и все, и ничего, и прошлое, и настоящее, и будущее. Но именно откуда он, с какого времени, я не могу предположить. Очень странный, своеобразный аромат. Я пока еще не встретила ни одного человека, которому бы он понравился. Не то, чтобы сделал комплимент, или заметил, а я специально даю пробовать, и люди даже ничего хорошего о нем не имеют сказать. Но я, это совсем другое дело. Для меня это чудесный парфюм. Когда я попробовала несколько пробников от Malle, я его сразу отметила, и при первой возможности я его заказала. Malle, это просто невероятно дорогие ароматы, но тогда мне повезло, и мне не пришлось платить полную сумму за него. Что я могу сказать о его звучании? Что он аромат, абсолютно аромат дыни. Это аромат дыни. Это то, что мне очень-очень с детства хорошо знакомо. Я родилась и выросла в Ташкенте, а это край, дынный край. Самые вкусные дыни в Узбекистане растут. И это вообще мое любимое самое лакомство. было все лето и осень. И, конечно, я сразу узнала. Узнала это звучание здесь. Но он такой изменчивый, он такой странный. Я до сих пор изучаю его по сезонам, по настроению. Я не пойму. Эта дыня, она всегда такая разная. То она недоспелая, такой зеленой, безвкусной корочкой. Когда аромат уже есть, ты думаешь, сейчас вот откусишь, а там сладость. Откусываешь, а там трава. Нету сладкого, ничего. Аромат есть. Порой вот он пахнет такой зеленой, недоспелой, но ароматной корочкой. А иногда это такая сладкая дыня, переспевшая. Вот когда они перестоят, переспеют, и даже становятся прозрачными немножко. И когда кушаешь, немножко пощипывает рот. То есть уже бродить начинает эта мякоть. И то есть, наверное, это зависит от времени года. И в жару это для меня перебродившая, переспевшая дыня. И в холод это чересчур зеленая, недоспевшая дыня. Но вот в межсезонье это самое то, что надо. Помимо дыни, здесь открываются необычайные красоты, необычайной красоты аккорды, каких-то экзотических, сладостных цветов, цветений, растений. Все очень сладостно. Аромат уникальный. Я не могу сказать, в каком он духе, на что он похож, на что он напоминает. Нет слов, одни эмоции. Наверное, это любовь. Аромат уникальный, как и любовь. Аромат глубокий, как и любовь. Ведь каждая любовь, она бездонна и она уникальна. Вот это и есть его любовь к своей женщине. Она уникальна и она никогда и нигде не повторится. И вот еще один аромат, тоже от Фредерик Маль, Уно Роуз. Он также для меня необычайно красив, именно вот в эту пору, когда ни горячо, ни холодно. Роза. Она летом мне напоминает о зиме, весне. Весной она требует осени. Но всегда она грандиозна, грациозна, звучна и величественна. Это королева цветов. Этот аромат, он для меня, пожалуй, из того, что я имею о Розе, самый необычный, самый загадочный и таинственная интерпретация Розы. Аромат действительно очень странный. И вот наступило первое дуновение прохлады в воздухе и один неполный спрей этого аромата и шлейфище просто убойный. Ой, какой красивый. Мне нужно либо говорить, либо слушать их молча. Не хочется тратить время на эти воздыхания. Да, несомненно, ему нужен воздух. Такой полупрохладный воздух. Аромат очень странный, такой пикантный. Прохладный, кисло-соленый, бархатный розовый. Я бы назвала это блюдо роза в трюфелях и бокал красного вина Каберне Савиньон. Это холодное блюдо. Это изысканная кухня. Это гурманская кухня на любителя. Почему трюфели? Потому что я никогда не ела трюфелей до какого-то времени. Или трюфелей. Как правильно? Боже мой, не знаю. И однажды здесь уже, когда я пришла в ресторан с кем-то и я выбирала меню, я увидела там блюдо, где в составе были трюфели. Это было что-то из пасты. И, конечно, я его заказала именно вот из-за любопытства, что же такое трюфели. Я ела эту пасту, было необыкновенно вкусно, было очень пикантно и необычно. То, чего я доселе вообще близко, даже похожего ничего не пробовала. Там были просто какие-то темненькие кусочки, я так поняла, ну, вот это и значит трюфели. Но запах был, вкус был очень необыкновенный, мне понравилось, пикантный. И когда я попробовала впервые этот аромат, я почему-то вспомнила о том блюде из ресторана. И я оказалась права, когда я заглянула в ноты, это трюфели и вино. Потрясающий аромат. очень необычная роза, очень загадочный аромат. Это не то, что должно абсолютно всем нравиться, и чтобы тебя все время спрашивали, ой, что-то от тебя так вкусно пахнет. Наверное, кто-то оценит и скажет, как от тебя интересно пахнет, что это, но ничего такого прямо вкусненького здесь нет. но это действительно очень интригующий и манящий аромат. И если кто-то, очень личный аромат, если кто-то его заметил на тебе, мне кажется, этот человек тебя обязательно поймет. Он тебя понимает. Аромат Трезор от Lancome. Это версия Eau de Toilette. Туалетная вода. Я никогда не любила этот аромат. Всегда фукала. Но вдруг прошлой осенью что-то случилось. И все. И любовь. Для меня этот аромат стал ароматом холодной осени. Но версия Eau de Toilette она достаточно облегченная и прозрачная. И именно вот на теплую осень просто прекрасно. Легкое облачко, воздух, и ты в него заходишь, и все. Тонкий-тонкий женственный шлейф, еле уловимый. И все. И романтика, и гармония, и женственность просто витают в воздухе вокруг тебя. Аромат Софьи Гройсман конечно в своей манере. Я его слышу как розу абрикосово-персиковую, припудренную, припыленную, с яркой, сладкой, древесной базой. Может быть немного ванили. Я не знаю точно пирамиду, и я не знаю, есть ли вообще какая-то разница между туалетной водой и парфюмерной. Но для меня они просто звучат как ну как и полагается. В общем, более разбавленная, прозрачная, легкая версия это туалетная вода. Я думаю у нас все только начинается. Я хочу перепробовать все фланкеры, которые только смогу найти, потому что ну это действительно сильная любовь. И самое главное его мне надо пшикать на себя. Его нужно очень-очень мало, чтобы был какой-то нежнейший тонкий флер от тебя. Иногда так доносился вот этой вот персиково-абрикосовой розы. Это сама женственность. Тут нужна микродоза и все. Это неземная красота. И вот еще один у меня аромат от Роша с названием Сонж-Ди-Лис Мечта об Ирисе. Этот аромат из линейки Лекаскаде Роша Водопады от Роша. Мечта об Ирисе. Да, это моя давняя мечта, но к сожалению даже в этом случае не избыточная. Ох, а как я мечтаю найти Ирис тот самый из детства, который рос вокруг дома, чей тонкий, прохладный, свежий аромат я помню вот как сейчас. И я не оставляю надежды когда-то найти этот Ирис в парфюмерии. Но все не то. То через чур что-то перебухано, то слишком едко, громко, то химически. В общем, совсем не то. Этот не исключение в плане Ириса, того, который я ищу. Но вполне себе интересный Ирис может быть другого сорта. Свежий, прохладный и интересное сочетание сладкий Ирис. Такое странное сочетание сладости, теплота и прохладная такая звонкая пудровость. Казалось бы, на первый взгляд такое несуразное что-то, но вскоре понимаешь, что это баланс. Здесь есть баланс. Это Жароша. Это такой выверенный сбалансированный аромат. Настроение ни там, ни сям. То есть это такая женщина, которая говорит нельзя меня не трогать, не хватать, не приближаться слишком близко. Думай, что говоришь, следи за словами, выбирая фразы, наблюдая на расстоянии, хотя многие в ней детали говорят об обратном, но тем не менее, да, для меня это тот аромат, которому не хочется припасть и обнять, а хочется так шлейф улавливать на расстоянии и дальше додумывать, догадывать. Не близкий аромат, не теплый, не обнимающий, а наоборот от тебя исходящий и расталкивающий всех вокруг от тебя. Иногда это действительно очень нужно. Да, сладковатый ирис, кстати, это сочетание ириса и бергамот иногда здесь напоминает какую-то одеколонистость в верхах, но быстро вступает в эту теплую сладкую базу, которая и окончательно утверждает, что это женский и аромат. ирис. 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 Ирис.